Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Разговор о важном. Президент Владимир Путин и губернатор Николай Меркушкин обсудили социально-экономическую обстановку региона. Большие планы на Самару глава города рассказал о грандиозных стройках этого года. Память о настоящем человеке. В Самаре открыли мемориальную доску Алексея Моресьева. Ее открывал Алабин, там любил бывать Ленин. В Самаре после масштабной реставрации распахнула двери публичная библиотека. Купальный сезон все ближе. На самарские пляжи привезли свежий песок. Сегодня президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Николаем Меркушкиным. Глава региона доложил социально-экономическую обстановку в области. Майские указы президента, по его словам, исполняются в срок. Николай Меркушкин подчеркнул, заработная плата работников бюджетной сферы постоянно подтягивается к уровню средней по региону. По итогам прошлого года Самарская область стала лидером в ПФО по строительству жилья на душу населения. Жилье мы рекордное количество построили. В советское время, даже когда Талятия застраивалась, рекорд был 1,7 млн квадратных метров. В прошлом году мы построили 2,2 млн квадратных метров жилья. И он рекордный. Мы в ПФО первые на душу населения построили объем. В общем, из них половина – это эконом-класс, что очень важно людям – доступность. Президент поинтересовался ходом строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Губернатор подчеркнул, нет никаких сомнений, что стадион будет построен к декабрю 2017 года, как и было изначально запланировано. Продолжая спортивную тему, Николай Меркушкин отметил, что только в этом году в Самарской области откроется 6 ледовых дворцов. Напомним, 4 года назад их было 2. Всего за это время на территории региона открыто 12 новых ледовых арен. Новые школы, которые строятся в Самаре, будут оборудованы по последнему слову техники. Учиться в них, обещают строители, будет, если нелегко, то, по крайней мере, приятно. На двух стройплощадках побывал министр образования России Дмитрий Ливанов и губернатор Николай Меркушкин. Вместе с первыми лицами будущей школы осмотрела и Марина Матвейшина. Школу мечты строят в Южном городе. Строители обещают, из нее даже домой уходить не захочется. Министру образования России Дмитрию Ливанову и губернатору Николаю Меркушкину показывают, как здесь будет организовано пространство. Просторные классы, три спортзала, зимний сад, уютная библиотека и современный пищеблог. Поставили себе задачу создать цифровую школу. Николай, безусловно, сказал, мы хотим сделать одну из лучших школ, по крайней мере, в Самарской области. Это зоны Wi-Fi. В стране. В стране. Будем стараться. Это зоны Wi-Fi во всех коридорах, в том числе кабинетов. Это, соответственно, внедрение автоматической системы учета для возможности дистанционного родительского контроля за посещаемостью, за успеваемостью, дневниками, журналами. Школа рассчитана на полторы тысячи учеников. И ее открытие с нетерпением ждут не только дети, но и педагоги, которые хотят здесь работать. Есть задача опередить намеченные сроки. Строители намерены сдать объект в эксплуатацию уже к концу этого года, а не 1 сентября 2017-го, как планировалось ранее. С учетом всех процессов передачи объекта в муниципалитет и профильное министерство, школа откроет свои двери ученикам как раз 1 сентября 2017-го года. 1 сентября этого года должна открыться школа в Волгаре. Сейчас здесь идет внутренняя отделка, и частично начали восстанавливать благоустройство вокруг будущей школы. Внутри почищено, сделано 60-65%. И все отделочные работы закончим мы 30 июля. Уже все будут готовы абсолютно. Так что и благоустройство тоже до 30 июля. Я сейчас говорю о строительных работах, о оборудовании. Ну, это уже требует времени. Ну, жители ждут, когда школа откроется? Ну, а уже 600 заявок. Трехэтажные здания рассчитаны на 40 классов, то есть тысячу человек. Проект сейчас находится на согласовании в Москве, чтобы получить статус типового. Здесь, как говорит застройщик, удалось найти баланс качества и стоимости. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. В Самару ждут масштабные преобразования. В ближайшие два года город изменится до неузнаваемости. Появятся новые дороги, социальные учреждения. И все это будет сделано с участием инвесторов и меценатов. Подготовлено 25 инвестиционных проектов, каждый из которых новое качество жизни для горожан. Работы будут проводиться стахановскими темпами. О планах глава города Олег Фурсов рассказал журналистам. Наш корреспондент Олег Зверев ознакомился с проектами. Оставить свое имя в истории города, причем буквально. В реконструкции улицы Старозагора примут участие меценаты. Они помогут в приобретении плитки и ремонте фонтанов, расположенных на бульваре. Работы начнутся уже 1 июля. В итоге улица станет столь же величественной, как и Самарская набережная. Она была одной из красивейших улиц города. Конкурировала с набережной. Наша задача сейчас убрать там полностью все киоски, демонтировать, поправить фасады домов и замостить плиткой зону пешеходную с разбивкой нормальных газонов, с устройством автополива, с восстановлением работы всех четырех фонтанов. Наиболее грандиозные планы в дорожном строительстве. В июле стартует благоустройство Южного шоссе, которое станет одним из самых удобных и красивейших въездов. На стеле будут названия города разных времен – Самара, Куйбышев, а на склонах – цветы и деревья. Приведут в порядок 73 дороги. На это выделено более двух миллиардов рублей. Это без учета московского шоссея Новосадовой. Вскоре работы начнутся на улицах 22-го портсъезда, Каховской, Воронежской, Пугачевской, Свободой Советской Армии. Мы за июнь планируем сделать где-то 30% от выделенных объемов. И будем стараться успевать завершить все к 1 сентября при условии, если будет позволять погода. Если лето будет недождливым, да, сухим, жарким, будем стараться настраивать всех дорожников, максимально сделать это за летние месяцы. Ну а нам, населению, надо потерпеть, потому что через год, а еще лучше через два, город у нас преобразится абсолютнейшим образом. Но не только дорогами будет жить город. Подготовлено 25 проектов. Инвесторы готовы вложить деньги в строительство нового корпуса первой городской больницы для онкобольных. Есть проекты по строительству гостиницы на углу Ленинской и Полевой, двух детских садов и школы и новой троллейбусной линии. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, Алексей Золотенков. События. В Самаре поменяют компанию, которая будет составлять обновленный генеральный план города. Необходимость внести ряд поправок стоит остро. Документ, утвержденный 8 лет назад, был рассчитан только до 2015 года. Кроме того, в генплане не предусматривали комплексную транспортную схему и схему размещения объектов местного значения. Из-за этого сейчас возникают трудности со строительством социальных объектов. Контракт на корректировку генплана ранее выиграла компания из Красноярска, которая предложила заниженную цену. Но в итоге подрядчики так и не смогли выполнить обязательства. Теперь департамент градостроительства будет искать нового проектировщика, который сможет учесть все особенности города. И желательно, чтобы это были самарские специалисты. Такое пожелание высказали участники градостроительного совета при главе Самары. Изменения в генплан включают и охрану зеленых зон. Их защитят от застройки. Большое количество площадок, которые с момента утверждения генерального плана коренным образом уже поменяли, либо меняют свое функциональное назначение. Ну, как яркий пример, это бывшие промышленные площадки Зима, 4 ГПЗ. Мы имеем общее согласие, что менять нужно и генеральный план, и правила застройки землепользования. По мере определения нового подрядчика будут какие-то этапы контроля выполнения технического задания. Есть смысл, наверное, тоже с экспертными группами эти этапы обсуждать, чтобы своевременно можно было влиять на корректировку конечного плана и конечных правил. О проблеме обманутых дольщиков в Самаре говорили на заседании региональной межведомственной комиссии. Для людей, которые годами ждут новоселье, есть хорошие новости. Жители дома по улице Луначарского 5 завершают отделочные работы. Многие уже въехали в свои квартиры. Проблемный объект был введен в эксплуатацию в первом квартале этого года. Дом на 362 квартиры удалось достроить благодаря содействию городской администрации. А во втором квартале выдано разрешение на достройку домов по улице Советской Армии 240 и 240-Б. По итогам 2015 года введено в эксплуатацию 8 проблемных объектов. Еще 11 заселенных домов узаконены в суде. До конца года планируют заселить 3 из 5 секций дома по улице Советской Армии 121. Для того, чтобы удовлетворить права большей части дольщиков, мы сейчас совместно приняли решение разделить этот объект. Потому что было выдано разрешение на все 5 зданий. Но нам проще сейчас сделать на 3 здания отдельное разрешение на ввод. По оставшимся двум вернуться к этой теме позже по степени готовности. И таким образом мы эту работу должны в течение лета, наверное, завершить. И к концу года люди будут удовлетворены сайт. Укладывать третий слой асфальта на участке улицы Новосадовой начнут в июле. Ремонтировать проезжую часть будут ночью. Общая протяженность участка более 9 километров. Проектом предусмотрено устройство первого выравнивающего покрытия из плотного асфальтобетона и второго слоя щебеночной мастичной смеси. Третий финальный слой будет на полимерно-битумной вяжущей основе. Дорожное полотно заменит и на пяти примыкающих к магистрали дорогах дублерах. Общей протяженностью 4 километра. Также запланирована большая работа по благоустройству прилегающих к дворам зеленых зон. Устройство зеленых зон газонов, устройство от северо-восточной до Кирова устраиваются, велосипедные дорожки. На всем протяжении тротуара обновляются, покрытие тротуаров обновляется. Делается благоустройство трех скверов. Работа все производится согласно графику, согласованно с Минтрансом. Чуть-чуть даже в некоторых местах опережаем. У нас сейчас идет основная подготовка к укладке верхнего слоя покрытия, поднятие колодцев, установка бортового камня. Вновь открыто после трехлетней реставрации. Самарская публичная библиотека принимает гостей в обновленных интерьерах, которые восстановлены по старинным фотографиям. С этой библиотекой и старейшей в городе связаны деятельность Карла Грота, Петра Алабина, Владимира Ленина. На долгожданном открытии побывала и Валерия Макарова. Время здесь, кажется, течет по-особенному. Попадая в публичную библиотеку, как будто окунаешься в 19 век. Однако при этом музейные пространства здесь соседствуют с современными технологиями. Старейшая в Самаре библиотека основана в середине 19 века. По ее лестницам ходили Петр Алабин, Максим Горький, Владимир Ленин. Дух того времени передают музейные комнаты библиотеке. После реставрации их впервые показали публике. Интерьеры кропотливо восстановлены по старым фотографиям. Наполнение комнат антиквариат. Что-то приносили в дар читателей, что-то хранилось в самой библиотеке. Как этот раритетный рояль, мебель, предметы старины и книги. И даже обои сделаны специально под заказ. Они точно повторяют оригинальные. Те, что скрывались под несколькими слоями краски. Три века истории у этой библиотеки. Век 19-й мы его видим в этих музейных комнатах. Век 20-й – это наш третий этаж. Там тоже замечательная музейная комната, интерьеры. И сейчас то, что мы проводим массовые мероприятия, конференции, презентации. Наши читатели – это наш век 21-й. Над зданием трудилась целая команда архитекторов, реставраторов и дизайнеров. Оконные конструкции восстановили по чертежам того времени. Привели в исторический вид и фасад здания. Реставрировали и знаменитый световой фонарь. Установили зеркала, которые отражают свет и расширяют пространство. За время работ сделано немало находок. Так, под слоем штукатурки на кирпичах обнаружился штамп 1879 года. А когда краску стали снимать внутри, то неожиданно узнали, что подоконник под ней из настоящего мрамора. Прекрасно восстановленный фасад, восстановленное здание. Один из лучших образцов реставрации за последние годы. В городе Самаре это признает, в общем, все. И градозащитное сообщество, наши архитекторы. Это тот случай, когда не только здание восстановлено, но и в нем восстановлена жизнь. Еще в 2013 году возникла вот такая задумка восстановить в рамках общей программы по восстановлению исторического центра города. Это вот прекрасное здание. Мы разработали проект. Мы подошли к этому вопросу не с типовым подходом, а творчески, индивидуально, с креативом. Реставрационные работы внутри здания будут продолжаться до конца года. Но уже сейчас библиотека готова принимать читателей и гостей в своих фондах и музейных комнатах. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Память о легендарном летчике увековечили в Самаре. Здесь, в санатории Миничкалова, в 43-м году проходил реабилитацию Алексей Моресьев, главный герой повести о настоящем человеке. Там же работала медсестра, прототип Зиночки из фильма, который научила танцевать летчика с обеими ампутированными ногами. О подвиге героя СССР и врачебном подвиге наш следующий репортаж. Протезы, что ли, такие? Вы абсолютно догадливы. Так как же насчет танца? Будете меня учить танцевать? Ой, я не знаю. Как же? А вы знаете, можно попробовать. Вот здесь, где мы сейчас с вами стоим. Соответственно, здесь, может, не было дивана, мы стояли только дверьми, но вот именно здесь, на этом месте Моресьев учился танцевать. Легендарный летчик Алексей Моресьев, главный герой повести о настоящем человеке, после ампутации обеих ног учился заново ходить на Самарской земле в санатории имени Чкалова. Здесь работала та самая медсестра, которая научила Моресьева танцевать. Как сама медсестра рассказывает, ну, потихонечку, вот, как-то вот находила добрые слова, как-то поддерживающие, и, ну, поставили на ноги человека. Научился ходить, научился танцевать. Память об этих событиях сегодня в санатории открыли мемориальную доску. Инициатором стал один из отдыхающих санатория. Представляете, человек здесь лежал, и он, как бы, изъявил вот этому меценацию. Это говорит о чем? О том, что, значит, люди стремятся к тому, чтобы была память. Память, она ведь все-таки вечная. Памятники Моресьеву есть во многих городах, связанных с его жизнью. Теперь в Самаре появилась мемориальная доска в память о том времени, когда герой СССР заново учился ходить. Валерия Макарова, Константин Головин. События. День рождения солнца русской поэзии отмечают сегодня все любители словесности. 217 лет назад родился основоположник современного русского языка Александр Сергеевич Пушкин. Поэтический праздник собрал у памятника гению десятки ценителей его творчества, не только из России. К ним присоединилась Алина Чемерес. Любви, надежды, тихой славы, Недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Сегодня пушкинские строки звучат повсюду. Торжества развернулись в сквере, названном именем поэта. Здесь вспоминают его творчество, исполняют романсы на его стихи. И все это перед лицом гения русской мысли. Немудрствуя лукаво у разбитого корыта, пир во время чумы, этими афоризмами русский язык обязан Александру Сергеевичу Пушкину. Его произведения, созданные почти два века назад, сегодня знают далеко за пределами России. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Пушкинский день России в стране отмечают с 2011 года. Празднуют его в день рождения поэта, которого считают основоположником литературного русского языка. Дум, высокое стремление даром не прошло. Сегодня с произведениями Пушкина знакомятся с детства. С каждым прочтением строки играют новым смыслом. Когда мы маленькие дети, мы видим только занимательный сюжет. А когда вы вырастете и будете взрослыми, почитаете эти сказки, вы поймете, сколько заложено всего глубокого в этих сказах. На празднике русского языка творчество не только литературное. С пушкинским вдохновением в сквере мастерят поделки и пишут картины. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. 50 тысяч человек стали гостями в фестивале набережных «Волгафест». Творческие мастерские, концерты, соревнования и выставки. Торжества развернулись около памятника Григорию Засекину. По набережной, которой на выходных превратилась в большой арт-объект, прогулялась Алина Чемерис. В этом доме многое можно сделать своими руками. Проект открытых столярных мастерских в Самару привезли из столицы. Здесь любой желающий может научиться сверлить, пилить и мастерить деревянную мебель. Люди приходят, могут собрать собственное кресло и унести его с собой, поставить во дворе или поставить на набережной. Когда приносишь в дом или во двор что-то, сделанное своими руками, оно ценится намного больше, нежели купленное где-то в магазине. Удмуртский уголок с традиционной кухней, причудливые качели с видом на Волгу, стенды, где любой желающий может оставить автограф, праздничный концерт. Лишь малая часть того, чем встретил жителей фестиваль набережных. Здесь же выставка, сделанная руками юных самарцев. Я собрал машину кваса, которая ездит и выливает квас. Вот по этой, по трубке стекает квас. И можно поворачивать в какую-то сторону. Детям очень интересно. И взрослые тоже. Мы все с удовольствием собирали из деревянных фигур разные штуки, конструкторы. Дальше смотрели балет, танго. Очень здорово, интересно. В этом году на Самарской набережной соорудили 25 площадок. Проекты мастеров из Чебоксар, Нижнего Новгорода, Петербурга. Приехали даже гости из Китая. Прошлогодний «Волга-фест» организаторы называют репетицией. Полноценный фестиваль сейчас. Мы сделали несколько уникальных смотровых площадок, которые находятся сейчас на набережной и пользуются популярностью. Одна из них – лабиринт на пляже. Пабликарт-программа объектов, взаимодействующих с ветром. Привезли очень большие воздушные объекты до 40 метров в длину. На площадках «Волга-феста» побывали и первые лица региона. Мнение жителей о празднике выслушал губернатор Николай Меркушкин. Он пообщался и с гостями из других городов. Люди рассказали о своей малой родине и отметили позитивные изменения в Самаре. Очень нравится город. Я там часто на праздниках бываю, мне рассказывают о снахе, как там все красиво, интересно, все организовано. Мне это очень нравится. Хорошо, что и здесь так стало. Стало уже? Да, стало. А мне кажется, еще не стало. Нет, нет. Я уже замечаю много больших хороших перемен. Очень хорошо, что появляются такие в городе праздники, которые могут собрать большое количество народа, которые могут и разрядиться, и какой-то заряд бодрости получить. То есть это очень-очень здорово, что есть такая традиция, и я считаю, что она должна повторяться и укрепляться в нашем городе. Тем более, возможности у города большие очень. Да, да, да. Гуляния на берегу Волги продолжались два дня. За это время здесь побывали более 50 тысяч человек. В этом году Волгафест расположился только на второй очереди набережной. На следующей обещают задействовать и первую. Площадок будет больше. Их оборудуют и на самой набережной, и на пляже. Возможно, задействуют даже острова. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На Самарские пляжи привезли свежий песок. Все утро его сгружали с баржи с помощью плавучего крана на пляж второй очереди. Чтобы засыпать пляжи Самары, необходимо более 15 тысяч тонн. Песок собирают со дна реки, сортируют, промывают, проверяют на соответствие санитарным нормам. И только потом засыпают прибрежную зону. Перед этим территорию тщательно убирают от мусора. Официально купальный сезон начнется 15 июня. К этому времени будут закончены все необходимые проверки воды, расставлено пляжное оборудование и организованные спасательные станции. В этом году на пляже под Некрасовским спуском появится зона для маломобильных граждан. Официальных пляжей тоже станет на один больше. Девятый организуют возле Мострюковской поляны. За качеством воды постоянно будут следить. Если будет обнаружено загрязнение, над спасательными станциями поднимут черный шар. Но чистота на пляжах зависит еще и от граждан, которым необходимо соблюдать некоторые правила. Санитарность в пляже может зависеть от самих отдыхающих. Например, не рекомендуется появляться, даже не то, что рекомендуется, а запрещено появляться на пляжах с домашними животными. Потому что вы знаете, что выгул собак на пляжах приводит к загрязнению песка и тем самым распространению различных инфекционных заболеваний. Поэтому хотелось бы призвать наших граждан все-таки соблюдать правила посещения и не выгуливать животных на пляжах. Не только во время купания, но и перед началом работы пляжей, то есть это в утренние часы. У мусульман сегодня начался священный месяц Рамадан, время обязательного поста. Днем правоверные мусульмане отказываются от пищи и воды. Предписывается более внимательно относиться к молитве и совершать добрые дела. От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше 7 лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам. Например, воины и путешественники. Закончится великий для мусульман месяц 5 июля праздником Ураза Байрам. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы – капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил – здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Спортивный день чемпиона мира по современному пятиборью Олега Наумова расписан по минутам. Утром – тренировка легкоатлетической и фехтования, в обед – плавание и стрельба, вечером – верховая езда. Все движения нужно довести до автоматизма. Накануне дали чемпионата страны и путевка на чемпионат Европы. Тренер Михаил Половинкин своим спортсменам доволен. Специалист работает с ним еще с юниорской сборной России. Он сразу, как бы, можно сказать, с полслова понимает, поставленную задачу и выполняет. Олег вот на сегодняшний день считается одним из быстрых стрелков даже в мире, можно сказать. Ну, характер Олега очень, ну, как вам сказать, с детства отличался. То, что бойцовскими такими характерами, настырностью. Сейчас основной упор на тренировках сделан на фехтовании. На последних соревнованиях в чемпионате мира именно в этом виде спорта Олегу Наумову не удалось набрать победные очки. В итоге второе место на пьедестале почета. Результат, который он показал на чемпионате мира, это результат его труда. То есть мальчик очень способный, большие перспективы. Если конкретно по фехтованию, то у него очень сильная контратака, хорошее чувство дистанции. Вот, он очень агрессивный на дорожке. А это очень важно. То есть человек должен быть бойцом, потому что если внутри нету стержня, фехтовальщик как таковой не состоится. Звездная карьера пятиборца у Олега Наумова началась 4 года назад. Тогда он выиграл личный чемпионат мира среди кадетов, Кубок России и эстафету на чемпионате мира. Есть цель, это Олимпиада. В этом году на Олимпиаду в Рио уже, я думаю, что я не поеду. Есть олимпийские лицензии, имены, и можно заработать по рейтингу. По рейтингу я бы ее заработал, если бы мне дали выступить в личном первенстве на чемпионате мира. А мне поставили в эстафету. То есть на это решение было старшего и главного тренера, от меня как бы ничего не зависело. Впереди сразу несколько чемпионатов Европы и мира среди вооруженных сил. Ведь самарец служит в спортивной роте российской армии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова